А что повлияет на его выбор, Гарри, есть три варианта того, из чего будет выбирать Трамп, ну, по крайней мере, пишет агентство Reuters. Вэнс выступал против оказания помощи украинским властям, отвергал членство Украины в НАТО, но при этом подчеркивал необходимость создания демилитаризированной зоны на границе с Российской Федерацией. Гренелл считает, что вступление Украины в НАТО не отвечает интересам Соединенных Штатов. Он поддерживал создание автономных зон на востоке Украины. И Келлах, тот, который Кит предлагает увеличивать помощь Украине, если РФ не согласится на переговоры. Однако это может вызвать негативную реакцию в Конгрессе США. Смотрите, это разные мысли, они тоже неоднозначны. Это не вот просто там Вэнс это сказал или то сказал. Они обсуждают разные варианты, которые у нас есть. Какие опции у нас на сегодняшний день есть? Опять же, это не три года тому назад почти что. Совершенно другая ситуация. И надо на эти вещи смотреть реально. Я, честно вам скажу, не совсем понимаю вот эти бесконечные разговоры про НАТО. Мне напоминает это анекдот из моего детства, когда говорили, не уговаривайте меня, я не поеду в Израиль. Говорит, никто вас не уговаривает. Он говорит, ну вы отстаньте от меня, я не поеду в ваш Израиль. Говорит, да никто вас не просит ехать в Израиль. Говорит, я не поеду, отстаньте. Он говорит, не просит. Он говорит, там жара 100 градусов в тени. Он говорит, ну не стойте в тени. Что я могу сказать? Понимаете, кто, при чем тут НАТО? Вас в НАТО никто не принимает. Мы не хотим идти в НАТО, мы не хотим идти в НАТО, мы не отказываемся идти в НАТО, должны отказаться идти в НАТО, вас не принимают, вас никто туда не зовет. Когда даже вас могли принять в НАТО, в 2008 году, когда я думал еще, что вас примут, я был тогда в этот момент в Румынии, когда это шло в Бухаресте, были очень все удивлены, что Германия, Франция проголосовала против. Но сегодня, благодаря вашему министерству иностранных дел, в НАТО вас не примут на сегодняшний момент, нет такого варианта. Даже если президент Трамп сильно это захочет, там другие страны, там другое голосование, там другие интересы, там Турция, там Венгрия, там много раз, Словакия, ваши соседи, это надо работать над этим. То есть сегодня, поэтому эти обсуждения с НАТО, я думаю, они просто нереальны, глупо, просто отвлекают внимание от других. То, что создавать какую-то буферную зону, то, что останавливать сегодня стрельбу, наверное, да. Другого пока что у нас варианта нет, надо сохранить украинские жизни на сегодняшний день, потому что через полгода, через год просто не останется. Русских просто больше, они наступают. И на эти вещи надо смотреть реально, какая ситуация у нас сегодня получилась. Послушайте, были, винить уже Трампа в этом, и трампистов, и меня, ну вы можете винить, но это вам не поможет. Это вашей ситуации не поможет. Ну, говорить нет, мы только согласны на границе 91-го года, и все. Ну, понятное дело, что я тоже на это хочу, чтобы это было. Я больше того хочу, я хочу, чтобы украинские солдаты прошли по Красной площади, кинули русские штандарты под мавзолеи и сожгли. Но это нереально на сегодняшний день, на это смотреть. То есть вещи такие должны делаться теперь постепенно. Опять же, легче всего сейчас обвинить Трампа в этом, трампистов и так далее. Но не себя. Но мы довели ситуацию сегодня в Украине до такого положения, что быстро это сейчас не решится. Можете говорить сколько угодно, 24 часа, ну ждите эти 24 часа. Но, может быть, за 24 часа мы можем прекратить агоний, чтобы украинские жизни и гражданские жизни, инфраструктура перестала уничтожаться. Таким быстрым темпом хотя бы. И потом решать, что дальше делать, как дальше бить, как дальше действовать. Я военный человек, я ничего позорного не вижу, чтобы отойти, занять лучшую позицию, перегруппироваться и атаковать позже. Но просто стоять, вот эта сталинская идея, ни шагу назад, ни сантиметра нашей земли и класть людей тысячами, этого я не понимаю и не знаю. Поэтому я не знаю, какое будет решение. Я думаю, их будет несколько. Я надеюсь, что это то, что будет обсуждать господин Ермак сегодня с разными людьми. И у всех будут свои мнения. В конце концов, решение должен будет принять президент Зеленский и президент Трамп. В конце концов, это будет их решение. Но мнений будет очень много. И уверен, что все будут недовольны. Но вините нас, вините меня, вините Трампа, вините еще кого угодно. Нет, Гарри, мы виним только самих себя, потому что то, что происходит в Украине, виноватен каждый из нас. Гарри, вы хорошо знаете Россию, вы изучали, да? А если, например, Путин не соглашается на те договоренности, которые предлагаются, он не идет на те компромиссы. Предлагают одно, он говорит нет. Второе нет. То есть это уже для Украины получается, да? Если, например, Украина делает один шаг навстречу, один шаг навстречу Россия. Украина один шаг, второй Россия. А если только Украина будет делать один, второй шаг, а Россия будет стоять на месте, нам такое не подходит. Но такой вариант также исключать нельзя. То что тогда? Ну, цивилизованные люди так обычно делают. Так обычно муж, ну, имеется. Ну, мы говорим про Российскую Федерацию. Да, вот, видите. Но мы говорим о нецивилизованной ситуации, где это нецивилизовано. Где один из партнеров, муж или жена, сумасшедший, или террорист, или бандиты, да? С которыми договориться невозможно. Думаю, что невозможно. Но дело все в том, что, опять же, это не только Россия, Украина и Трамп. Китай. Может быть, нам надо договариваться с Китаем, дать что-то Китаю. Может быть, нам надо договориться с Саудовской Аравией, с Эмиратами, с другими странами, с Польшей, с Германией, с Евросоюзом. Чтобы что-то тоже они начали делать и принимали участие. Чтобы это было все синхронизовано вместе. И не только сегодня они думали, а, ну у нас нет, мы так не годим, потому что у нас сейчас зимой, у нас сейчас тогда загаз на 10 центов повысится, значит, дороже станет. Или еще что-то такое. Нет, мы должны их убедить, смотреть в будущее, смотреть, что произойдет дальше, что произойдет с их детьми. Если мы, опять же, допустим, в ситуациях, чтобы она вот дошла до того, как она происходит сегодня на Ближнем Востоке, как сегодня происходит в Африке, как сегодня происходит в Украине. Ну, для нас Украина просто самое близкое, что происходит. Но это не только в Украине происходит. Этот бардак во всем мире. И он произошел сейчас. То есть надеемся, что новая администрация сможет исправлять эту кривизну каким-то образом. И помогать в этом, критиковать, обвинять, это не поможет. Ну, разозлите вы меня еще чуть-чуть. Ну, я пойду сейчас в океан, проплыву милю, потом поем ланч и пробегусь со своими собаками, и к вечеру я буду себя чувствовать лучше. А украинцы будут гибнуть. Вот в чем дело. Поэтому всегда надо думать, о чем говорят, особенно журналисты, особенно те люди, которых слушают, миллионы людей и на Западе, и в России, и в Европе, и в Америке, что они говорят, и что они пытаются убедить. Убеждать людей воевать без оружия, говоря, что мы только согласимся на границе 91-го года. Ну, я тоже на это согласен. Но идите воюйте тогда сами. Не говорите в это в теле, а идите сами воюйте. Или пусть хотя бы ваши дети воюют. Вот, например, с израильтянинами легче об этом говорить. Потому что все их дети, всех министров, премьер-министра, начальника генштаба, у начальника генштаба сын погиб, и два племянника уже погибли на этой войне. У посла в Украину, у израильского, ранило тяжело сына. Он уехал, господи посла Бродского. Понимаете, с ними легче. А это когда говорят, ну, вас там нет. Вас там нет. И ваших детей там нет. Вы только такое вот кричите славу Украине и рвете вышиванку. Это не годится. Так не сработает. Поэтому иногда, как я сказал, как военный человек, вы знаете, Финляндия тоже должна была договариваться с Советским Союзом. Балтийские страны их никогда не признали частью Советского Союза. Бывает в истории такое, что надо переждать. Надо переждать. Израиль сто лет уже воюет с этим. У Украины это не закончится завтра или послезавтра или за 24 часа. У вас сложный сосед, с которым вам придется очень долго жить еще вместе, пока там что-то фундаментально не поменяется. А чтобы фундаментально поменяться, наверное, должно пройти минимум 40 лет. Причем в пустыне. А там, я не знаю, это у вас сложно. Украина в сложной ситуации. И мы должны над этим работать. Мы все должны работать. Весь мир, весь цивилизованный мир над этим должен работать. А не ругаться друг на друга или показывать пальцем и обвинять друг друга. Сто процентов. Это точно не приведет нас к миру и не решит никаких вопросов. Гарри, продолжают работать в каждых направлениях. Мы с вами в информационном пространстве и не только. В Киев прибыла делегация от комитета по ассигнованиям Сената США, который называют одним из самых влиятельных. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринг. Комитет имеет большое влияние в вопросе бюджетных расходов. Все-таки продолжаются еще визиты за президентство Джозефа Байдена. Продолжают рассматривать помощь Украине, передавать в каком количестве, правильно я понимаю? Или о чем этот визит? Я, честно вам сказать, я не знаю, но то, что эти визиты происходят... Это прекрасно. Да, то, что визиты эти происходят, неважно, потому что администрация... Я просто свое эхо слышу. Я думаю, что кто-то там говорит... Администрация все равно должна передавать дела свои, новые администрации. Там же не все плохие люди, там же не все там враги эти. Там много нормальных людей, которые, правда, пытались что-то сделать. Да, теперь они уйдут в оппозицию, придут новые, потом новые уйдут в оппозицию. Так работает нормальная здоровая демократия. Они передают дела, они договариваются, они о чем-то договорятся, потом у вас власть поменяется, потому что вы демократическая страна, закончатся там боевые действия, и власть тоже меняется, и будет оппозиция, будут те, кто в власти, потом они меняют. Так работает нормальная демократия. И они должны договориться. Я знаю, что частенько же у нас не только там прилетает администрация Байдена в Украину. У нас часто прилетают комитеты от Конгресса. Они не уходят. Они там все время будут. Поэтому это хорошо. Они тоже принимают решения. У нас не только Белый дом. У нас нет такого одного царя. Поэтому я даже говорю, что когда даже придет Трап, нельзя ожидать, что он решит все вопросы. Он не царь и не бог. Это будет зависеть много от нашего Конгресса. Слава Богу, пока что у него есть большинство и в Конгрессе, и в Сенате. Но это тоже будет не вечно. Поэтому это хорошо. Чем больше визитов, чем больше мы... Вот у нас есть такая группа, Диаспора Юэй. Вот вчера, позавчера, видите, я в холодном. Они были в Вашингтоне, ходили. Мы имели встречи и разговоры с сенаторами, с конгрессменами. И говорили, чтобы они не теряли фокус от Украины. Не теряли... Опять же, это простые люди. Мы простые люди, которые ходим и требуем это от наших избирателей. Дело все в том, что если вы почитаете отзывы под моими роликами, там уже очень много людей, которые разочарованы. Это американцы, это русскоязычная Америка, это много украинцев, которые пишут, мы враги для Украины, я буду помогать и так далее. Это тоже надо менять. Над этим, над всем надо работать. Над каждым человеком, над каждым голосом, над каждым конгрессменом, над каждым сенатором. Те из нас, которые этим занимаются, частенько тоже попадают под критику или попадаем мы под удар. Но мы не гибнем на фронте. Это всегда надо иметь фокус, что нас в окопах нет. Нет. Мы все равно каждый день едим достаточно еды, мы в тепле, и по нам не стреляют. Это уже хороший день. И поэтому мы должны все делать для того, чтобы и другие ребята тоже облегчить им их жизнь на фронте. Для меня это самое главное. А то, что про меня подумают или скажут у вас в телевидении, или про моих товарищей здесь в нашей команде, или какие-то гражданские что-то выгодят, ну это неприятно, но это не смертельно. Продолжение следует...